Приветствую вас, дорогие друзья! Я Андрей Ховратов, профессиональный инвестор, инвестиционный консультант и автор и создатель обучающего интернет-проекта по инвестированию Академия частного инвестора. И я хочу сейчас объяснить и рассказать многим слушателям, потому что задают вопросы по поводу компании RSS System, стоит ли туда инвестировать, надежна ли эта компания. И многие пишут мне в чат, я хочу сейчас записать это видео, записываю это видео и высказать свою точку зрения на этот проект, именно мою субъективную точку зрения и почему лично я инвестировал тоже в этот проект. Ну, во-первых, компания RSS System, это новые технологии транспортных перевозок Юницкого, струнные технологии, и вопрос состоит в том, что насколько надежна будет инвестиция, потому что многие задают вопрос, насколько это будет надежно, насколько это будет действительно, грубым словом, не кидалово очередное, как, скажем, не хочу называть, компании. Но, дорогие друзья, нужно понимать следующее. Я, как эксперт в инвестировании, хочу сказать, ну, скажем, критерии оценки, по каким критериям оценки я оцениваю эту компанию, почему лично я инвестировал. Вопрос другой, сколько нужно инвестировать средств в это направление, ну, поговорим чуть позже, но почему? Ну, первое, компания развивается с новыми технологиями транспортных средств, что немаловажно, то есть я инвестирую, лично инвестирую в ноу-хау. Второй момент, руководитель компании, сама компания, они открыты для общения, они встречаются с инвесторами, и лично я беседовал с Юницким, задал ряд вопросов, которые меня интересовали, а именно, да, вопрос, каким образом происходит перерегистрация доли, потому что в данном случае эту инвестицию можно рассматривать не как акционирование, а как инвестирование в долевом участии бизнеса. То есть это, можно сказать, на стартапе, на начальном этапе, есть такое понятие стартап, да, начинающий этап развития компании, вы являетесь, скажем, совладельцем будущей компании. То есть вы, я в данном случае, выявил желание быть совладельцем в будущем этой компании, ну и сейчас в данном случае, да. И на законных основаниях все очень правильно и красиво. Первое, компания зарегистрирована в Британии, и если бы я регистрировал какую-то крупную, скажем, компанию с мировыми технологиями, и в дальнейшем с покрытием, скажем, мирового пространства и захвата 30, а то и 50% определенного рынка в этом направлении, я бы тоже открывал ее в Британии. Потому что британское право намного отличается от права наших постсоветских стран, даже европейских и американских, скажу вам сразу. И поэтому нормальные все бизнесмены и люди открывают компании именно в Британии. Почему? Есть ряд законов, которые защищают, скажем, собственность, а это частная собственность, можно так сказать. Немаловажный вопрос, который меня интересовал, это переуступка доли, да, то есть в данном случае это еще переуступка доли. Она производится у регистра. Многие могут сказать, ну это же компания ЛТД, то есть это как ООО компания. Но вот в нашем понятии ООО общества с ограниченной ответственностью и понятия ЛТД компании, то есть в Британии, это два разных понятия. Потому что там существуют доли, и эти доли я могу приобрести, и владелец компании может переуступить, и все оформляется на законных основаниях у регистра. И это самый главный момент, что я являюсь соучастником, совладельцем, где у меня есть определенная доля в этой компании. Это немаловажный факт, лично для меня, как для инвестора, что я действительно деньги отдаю не кому-то, скажем, владельцу компании, он их ложит в карман, а идет пере регистрация доли на мое имя. Это очень важный факт. То, что я говорю в Британии, это тоже важный факт, это защита, в первую очередь, моих инвестиций как инвестора. Потому что я рассматриваю это как инвестиция и как инвестирование. И еще достаточно интересный факт, почему лично я инвестировал в этот проект, это то, что это инвестиция в будущее транспортных перевозок. То есть, если говорить об инвестировании в Газпром или железные дороги, которые сегодня есть, честно говоря, мне не хочется инвестировать. Потому что я понимаю и все прекрасно понимают, что то транспортные развязки, которые сегодня есть в мире, в ближайшие 10-15-20 лет, все буквально поменяется коренным образом. И в данном случае я инвестирую в будущее технологии транспортных перевозок, грузоперевозок, пассажирских перевозок, тем более высокоскоростных пассажирских перевозок. Еще немаловажный факт, это то, что почему это может быть, в моем понятии, почему это может быть. Потому что это гораздо дешевле, чем самые популярные на сегодняшний день транспортные перевозки, которые ездят с большой скоростью 300-350 км в час. Это вы слышали уже, наверное, в Японии. И есть компании, которые строят перевозки по принципу на магнитных подушках. Так вот, на сегодняшний день, скажем, технологии Юницкого, струнные технологии Юницкого, они намного уступают в цене, намного, это в очень много раз. Второй момент, это сказывается на цене за перевозку и цене билета, если я как пассажир буду ездить. А скорости такие же, как и в тех технологиях, которые уже существуют. И это тоже достаточно для меня очень важно. Еще один немаловажный факт, что именно компания взяла направление народного такого инвестирования, где акционирование. То есть народ напрямую делает инвестиции. То есть мы не делаем через каких-то брокеров, через каких-то посредников инвестиции в компанию. У нас напрямую идут инвестиции в компанию. И вот сегодня я получил уже смс и посмотрел в личном кабинете, что переоформлены акции уже на мое имя, где есть номера. Потому что, кто не знает, когда в реестре идет переуступка, скажем, доли, то там существуют номера, определенные номера, которые закреплены за каждым владельцем этих долей. В данном случае акции. И это очень здорово, очень прекрасно, хорошо, потому что это уже, скажем, моя доля в этой компании. Перспективы, которые я вижу, развитие в данном случае этой отрасли, просто невероятные. Потому что вы слышали уже от Юницкого, побудьте на вебинарах и услышите от него, сколько километров, тысяч километров, миллион километров дороги уже сегодня существует. Плюс металл, расхода металла идет гораздо меньше, а эффективность гораздо выше. То есть все эти плюсы, они гораздо выше, чем минусы. Потому что минусы они тоже есть, и если говорить, задают вопрос мне иногда, ну это же риск. Да, есть риск потерять средства, потому что это инвестиция. И вы поймите, что если вы являетесь инвестором, даже если вы инвестируете в банковские депозиты, это инвестиция, это не вклад, это банковские депозиты, это тоже инвестиция. У вас нет гарантии того, что вы можете получить либо всю сумму ваших средств, либо часть суммы ваших средств. И за историю, больше чем 25-летнюю историю, мы видели в наших странах СНГ, как государство сначала, а затем банковские работники, вернее не банковские работники, а банкиры, они просто-напросто, ну грубым словом скажу, дурили народ. Повышением курса, национального курса по отношению к международному, мирожжной валюте и так далее, и так далее. То есть это все называется надурить свой же народ, и поэтому в данном случае риск даже есть в банковском депозите. Здесь же риск существует, и существует в том, что первый момент, если, допустим, Анатолий Юницкий кажется, скажем так, плохо обратиться с этими деньгами, нецелевое использование будет средств, и в этом плане это может быть минус. В чем, конечно, я сомневаюсь, пообщавшись с ним, потому что планы этого человека гораздо выше, чем просто транспортного поколения, если он захочет сам объяснить, какие его планы еще в будущем. Поэтому вот это направление, лишь только, скажем, финансовая часть, чтобы свои проекты продвинуть еще выше. Это один факт минусовый, если сам руководитель компании и все, кто является в руководстве компании, они нецелевое будут назначение средств. Еще один из моментов минусовый может быть, если вдруг эта технология, допустим, окажется действительно нерентабельной, потому что много есть споров, что все, что предлагает Юницкий, это не работает реально, и так далее, и так далее. То есть время покажет, время рассудит, и вот второй минус есть в том, что вдруг эта технология, ну, действительно, вымышленная, и вдруг она не работает. Вот в этом плане тогда, скажем, этой технологии приходится, скажем, крандых, как говорится грубо, да, она умирает, и она не живет, и тогда действительно я потерял свои деньги в этом плане. И третий момент, почему может быть, скажем, ну, такой чуть-чуть маловажный, но тоже минусовый момент, если вдруг государство и правительство разных стран не разрешат этой компании проводить массовое изменение транспортных средств, и, ну, то есть, знаете, что и разработки Тесла в свое время запрещались, и многие разработки альтернативных технологий, альтернативных энергетик, они полностью запрещаются, выкупаются технологии теми, скажем, финансовыми императорами, которые на сегодняшний день руководят всем миром. Но здесь есть с одной стороны минус, с другой стороны плюс, но представьте себе, если нас, предположим, около, там, 50 миллионов инвесторов, которые захотели транспортного поколения в странах СНГ, Европы, и нам эти страны вдруг запрещают. Ну, 50 миллионов поднимутся, как говорится, встанут с колен и выскажут свое недоверие правительству, и, естественно, это правительство идет в отставку, придет новое правительство, которое поставит эти средства транспортные, потому что мы сами хотим, чтобы эти транспортные средства у нас были. Поэтому это третий такой минус, но не очень сильно большой. Поэтому плюсов гораздо больше. Еще давайте подытожим. Первый плюс – это то, что вы делаете прямые инвестиции непосредственно в компанию. Это раз. Второй плюс, что вы делаете инвестиции в ноу-хау. То есть, то, что инвестируется в ноу-хау, грубо говоря, 10 центов, может через определенное количество времени, через 5-10 лет, превратиться чуть ли не в 1 миллион долларов. Это инвестиции в ноу-хау. И в данном случае у нас идет инвестиция в ноу-хау. Третий важный момент, что мы зарегистрируем компанию, и я являюсь, скажем, совладельцем компании именно в стране с высокой защитой частного капитала. Четвертый важный фактор, и можно сказать, даже это на первое место нужно было поставить, это то, что сам руководитель всегда на виду, он открыт к общению, эта компания прозрачная. Более того, скажем, нам обещают, по крайней мере, что будет прозрачная отчетность вестись, что за эти деньги сделано, что куплено и так далее. Это немаловажный факт, потому что во многих сомнительных компаниях почему-то не знаешь, кто руководитель компании, где открыта компания, открыто в каких-то, скажем, местах не очень благоприятных, ну и так далее. И это четвертый фактор, но я бы поставил его на первый, это то, что сам руководитель компании открытый, постоянно общается, на вебинарах вы можете посмотреть его, скажем, лекции, его выступления, сдать вопросы, непосредственно пообщаться. Ну, крупные инвесторы, я скажу вам, сразу сможете пообщаться непосредственно с Анатолием Юницким, через Skype хотите приедете в Москву вместе, лично с ним пообщайтесь. Это важный факт. И пятое, очень важный такой вот факт и плюс, потому что, ну, давайте представим, что все знают социальную сеть Facebook, а сегодня многие знают компанию Apple, кто смотрел «Теряя невинность» фильм про Apple и социальная сеть про Facebook. Вы помните, как создавались эти компании в гаражах на коленях, грубо говоря, да, и инвестиции были копеечные, и потом эти копеечные инвестиции, там, вот, первые инвестиции, если не ошибаюсь, у Стива Джобса были 25 тысяч долларов, затем вторые инвестиции пришли 250 тысяч долларов, и тот человек, который инвестировал 250 тысяч долларов, через 10 или 15 лет они получили, там, миллиарды долларов. Поэтому инвестиции на начальном этапе, можно сказать, в стартапы, в открытие новых компаний с новыми технологиями, они очень высокоприбыльные, и в этом, я считаю, огромный плюс, что компания, руководитель компании, все его, скажем, помощники прошли по пути народного инвестирования, что большие деньги от дохода этой компании будет получать не какой-то один человек или одна компания, а вместе мы с вами акционеры, то есть, вот, народ будет получать эти дивиденды, и дивиденды, шестой фактор, они могут быть достаточно высокими, и я не хочу об этом говорить сейчас, это уже сам Анатолий Юницкий скажет, но вы инвестируете в ту компанию, которая потом в будущем станет совладельцами других компаний в разных направлениях, ну, в этой же технологии, то есть, это вообще, когда задумаешься, что это достаточно, ну, очень прибыльная инвестиция, это инвестиция, которая, скажем, вам, вашим детям, вашим внукам принесет в будущем большие-большие плюсы. Еще один из таких седьмых, седьмой пункт, который важен, да, пообщавшись с руководителем Анатолием Юницким, где полигоны, скажем так, заводы-полигоны эти, да, они будут строиться не в странах СНГ, где это все можно снести велением подписи руководителя страны, а это будет, опять же, строиться в тех странах, которые будут защищать частный капитал. И еще один такой важный момент, что в будущем можно будет инвестировать в другие сопутствующие компании, связанные с этим, где получать прибыли от транспортных перевозок, то есть, дивиденды от транспортных перевозок. И последний, восьмой такой фактор, да, что акции самой компании, то есть, вот я возвращаюсь в два вида дохода, да, первый вид дохода – это дивиденды, которые можно получать, а второй вид дохода – это акции, которые могут-могут расти, ну, скажем, из года в год, потому что основные средства компании будут расти, движимое-недвижимое имущество будет расти, технологии будут расти в цене, и поэтому стоимость акции, она тоже будет расти. Поэтому это лично мой такой вывод, это мое субъективное мнение, почему лично я инвестировал, потому что задают мне вопрос, и хотят пообщаться со мной в чате, и пишут, Андрей, вот почему именно ты инвестировал, почему ты рекомендуешь эту компанию, то есть, я не рекомендую, я даю информацию, что есть такая инвестиция, и почему я инвестировал, а вы уже вывод делайте сами. Я сказал, да, вот восемь у нас есть плюсов, и всего лишь два существенных минуса, и поэтому профессиональный инвестор, когда делает инвестицию, он оценивает и считает, что если из десяти шагов, даже девять шагов будут минусовые, но один шаг даст плюс, и даст сверхприбыли, которые покроют все эти девять минусов, и даст просто сверхприбыль, то частный инвестор и профессиональный инвестор, он инвестирует. Поэтому вам на сегодняшнем этапе, сегодня, я считаю, что очень повезло, что вы имеете такую возможность небольшими суммами, там не говорится о десятках тысячах, говорится там 100 фунтов, 200, 300, ну кто хочет, может и больше, но опять же хочу сказать, что эту инвестицию нужно рассматривать как высокорисковую, потому что всегда есть риски, там, где инвестиция, есть риски, поэтому по классификации инвестирования нужно определенную часть капитала, от своего капитала, часть денег, инвестировать в этот проект, вот в таком плане. Хочу вам пожелать, и пожелать компании ResfaSystem и Анатолию Яницкому, чтобы быстрее притворили, как я ему в беседе говорил, чтобы вы пятилетние планы свои, или трехлетние, которые вы сейчас ставите, вы осуществили их гораздо-гораздо раньше, чем вы планируете, ну и с помощью народного инвестирования, я думаю, вот этот проект и другие проекты, они будут реализованы мгновенно, быстро и прибыльно. Желаю всем прибыли, процветания, успехов и всего-всего самого наилучшего. Пока-пока, с вами был Андрей Ховрат.